Вложи 62 доллара и заработай 2 миллиона. Хммм, сегодня расскажу тебе о мемкоинах на блокчейне Аваланча, а также и о достаточно солидных проектах на этом блокчейне, достойных внимания. Но прежде предупреждаю, что это очень высокорисковые инвестиции. Вложив деньги в эти монеты, готовься с ними попрощаться. Однако, что такое риск потерять 60 баксов, если можно заработать миллионы? Не забудь поставить лайк прямо сейчас, это очень помогает каналу, а мне поможет смотивироваться в начале этого года. Кстати говоря, с наступившим Новым Годом. Один из самых простых способов заработать на Булране – это альтернативные экосистемы. Мы видели это на примере экосистемы Соланы или на примере экосистемы Инжектив. Какие же проекты являются топовыми в экосистеме Аваланча? Давай разделим это видео на две части. Сначала поговорим про мемные криптовалюты, а затем про более солидные проекты. Топ-5 криптовалютных мемов на Аваланче сейчас, которые мне нравятся. Это Red Pepe, это No Chill, это Mikro, это Bobs и, наконец-таки, Цука. Напиши в комментариях свой список мемных криптовалют и реально качественных проектов из экосистемы Аваланча. Но почему я заговорил о мемах? Почему я заговорил о криптовалютных мемах на Аваланче? Потому что сама экосистема и фонд Аваланча фактически субсидируют собственные мемкоины. Это очень смелый шаг, но, возможно, идеальный, с учетом того, что розничные инвесторы наконец-то возвращаются в криптовалюты, как ты видишь на этом графике. Хоть и это возвращение все еще достаточно скромное. В любом случае, благодаря этому экосистема мемных монет на Аваланче вот-вот взорвется. Итак, Red Pepe для любителей токенизированных интернет-лягушек, которые набирают популярность наряду с токенизированными собакокоинами. Мы видели, как вырос обычный зеленый пепе. Но это красный пепе на Аваланче. И, конечно же, это не финансовый совет, ведь Red Pepe на Аваланче это просто красная лягушка, точно так же, как пепе зеленая. Рыночная капитализация Red Pepe сейчас составляет 382 тысячи долларов, а цена около 8 центов за токен. В свое время зеленый пепе вырос с нуля долларов рыночной капитализации до почти полутора миллиардов. Так что у Red Pepe достаточно большой потенциал. No Chill – это монета-мем на Аваланче, за которой я тоже буду наблюдать. Они прямо заявляют, что монета не имеет внутренней ценности и не создана с целью ожидания огромных прибылей. Монета абсолютно бесполезна и создана только лишь для развлекательных целей, как и большинство других мем-коинов. Рыночная капитализация No Chill – 344 тысячи долларов, а цена 5 центов. Следующий мем-коин – это микро. В сообществе микро каждый, независимо от его размера, играет решающую роль в формировании коллективного успеха, будь то большого или маленького. Каждый микро вносит свой вклад в ликвидность, стабильность и общую силу экосистемы. Рыночная капитализация микро – 266 тысяч долларов, а цена около 8 центов. И этот мем-коин еще не стрелял, что тоже очень важно отметить. BOBS – это больше, чем просто монета-мем на Аваланче. Это цифровая симфония смеха и товарищества, созданная для того, чтобы привнести радость в криптовалютное пространство. BOBS – это результат слияния блокчейна и культуры мемов. Рыночная капитализация BOBS – 156 тысяч долларов, а цена – 6 центов. И, наконец, пятый мем-коин – это Цука. 2024 год, как ты знаешь, это год дракона. Цука – это мем-монета, вдохновленная драконом. Это монета, которая основана на японской легенде о драконе Дедзитару Цука, который, как считается, приносит удачу тому, кто держит его в руках. У проекта огромное сообщество, мерч и платформа. Можно сказать, что он уже представляет из себя целую экосистему. Цука также является OG-токеном, который был первоначально запущен в июне 2022-го. И поэтому он на 100% принадлежит сообществу и розничным инвесторам, а не разработчикам и прочим маркетинговым кошелькам. Токены LP, то есть изначальные токены, использованные разработчиками для ликвидности, были сожжены. Цена 3 цента, рыночная капитализация уже побольше, чем у других – 30 миллионов долларов. В обращении находится 100% от общего объема предложения. Так что это очень важно. Это то, о чем большинство людей не знает. Это то, что приведет к взрыву экосистемы мем-коинов на Аваланче, когда на рынок зайдут розничные инвесторы. Но, честно говоря, меня больше интересуют токены с реальной полезностью, с реальными способами использования и реальным качеством, а не мемные криптовалюты. Но и в мемные криптовалюты можно вкладывать по 40, 60, 100 долларов. Почему бы и нет? Ведь на самом деле соотношение риска к прибыли очень выгодное. Ты рискуешь потерять 60 долларов, но при этом потенциальная прибыль может быть сотни тысяч долларов, а то и миллионы. И вот что интересно. Аваланч тоже собирается субсидировать качественные монеты с реальными юзкейсами в своей собственной экосистеме. То есть они собираются вкладывать деньги не только в мем-коины, но и в другие криптовалюты. Для этого они создают программу, которая называется Аваланч Виста. High Yield это первый альткоин экосистемы Аваланча, который я хочу назвать, ведь он является частью программы Виста. И в настоящее время они работают над созданием платформы, которая призвана токенизировать глобальные рынки капитала. Таким образом они работают в индустрии, на которую я очень рассчитываю в этом цикле. Это токенизация реальных активов. Они сосредоточены на токенизации многотриллионного рынка казначейских обязательств в США. Таким образом High Yield сосредоточен на двух вещах. Во-первых, на возможности инвестирования в токены, обеспеченные казначейскими облигациями. А во-вторых, на кредитном пуле для пассивного заработка на казначейских облигациях. И все это в токенизированном виде. Их цель стать лучшей платформой для токенизации реальных активов на Аваланче. И для этого они разрабатывают инфраструктуру под названием OnFi. А также разрабатывают различные инструменты для увеличения ликвидности. Struct Finance – еще один токен, который должен быть в поле нашего зрения. Ведь это DeFi протокол финансирования на базе Аваланча. Как для розничных, так и для институциональных пользователей. Он предлагает фиксированную и плавающую доходность инвесторам. Причем эту доходность они обеспечивают совершенно новым механизмом транширования. Но что интересно, все их инвестиционные инструменты являются токенизированными аналогами реальных активов в реальном мире. У Struct Finance действительно хороший старт. Ведь они сумели привлечь 3,9 миллиона долларов от таких компаний, как Blizzard, Avalanche, Avengers, BigSyn, Arcanum Capital и так далее. Мы уже говорили о таком проекте на Аваланче, как Trader Joe. Я до сих пор уверен, что это хорошая инвестиция. Это децентрализованная биржа, которая сегодня стремится стать универсальной платформой DeFi. С такими продуктами, как CryptoLanding, NFT Marketplace и так далее. Оказывается, у него есть конкурент, тоже построенный на Аваланче. И это Pangolin. Панголин. Еще одна скрытая жемчужина в экосистеме Аваланче, у которой, на мой взгляд, большое будущее. Pangolin – это децентрализованная биржа, управляемая сообществом. Это такой же DEX, как Uniswap и Trader Joe. Он известен своими быстрыми транзакциями и низкими комиссиями. Он позволяет держателям его родного токена PNG голосовать за решения внутри протокола. Компания Pangolin также внедряет дефляционную токеномику, когда предложение нативных токенов будет сокращаться. Pangolin позволяет пользователям получать проценты от своих активов, если они разрешают использовать их для обеспечения ликвидностью самой платформы. Фактически, на данный момент Pangolin является одной из самых популярных децентрализованных бирж на Аваланче. Что касается игровых токенов на Аваланче, ROKA определенно делает себе имя в секторе GameFi экосистемы Аваланча. ROKA – это децентрализованная платформа GameFi, которая предоставляет блокчейн-услуги разработчикам игр, создателям контента и сообществам игроков в сети. Ее токен – это криптоактив, который предлагает программное обеспечение продуктов для игр на основе блокчейна. И если взглянуть на то, что находится в их дорожной карте, то на самом деле становится трудно игнорировать этот проект. Они собираются запустить NFT-платформу и рынок, Pool, Launchpad, как у Binance, Staking и, конечно же, криптовалютные игры, что вызывает у меня наибольший интерес. Ведь я такое люблю. И, наконец, как ты уже привык, в конце подобных видео я всегда даю тебе шанс изучать что-то самостоятельно. Здесь ты можешь изучить проекты на Аваланче в различных криптоиндустриях. Кошельки, DEX, NFT, лендинг, инфраструктура, ланчпады и другие. Изучай, исследуй, инвестируй с умом и богатей. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok